то есть я всегда продавал себя и с моим мозг ok что эти два года сделали со всем человечеством онлайн цифровизация а сша скачек что он говно или нет я заметил у тебя очень часто баланс а мы с тобой пойдем куда-то ночью а я с тебя за жопу прихвачу я сам себе звезда я сам себе бизнесмен кстати вопрос про деньги это все заканчивается всегда сложности проблемами но мы все не идеальные задача стремление к самосовершенствованию каждый занял позицию я есть все азин песен дух рода это такой привет феликс здравствуйте здравствуйте уже традиция у нас подкаст вышел 13 ноября прошлого года и вот ровно год мы с тобой в этой же студии от тебя видеть прикольно я тоже рад в этом году мы так тоже вне студии я был в питере но так и не забежал на огонек смотри давай так ты как художественный руководитель ленинград центра какую бы ты хотел от подписчиков в комментариях услышать возможно название к твоему спектаклю или еще что-то и давай мы разыграем экскурсию в ленинград центр где на на одного или двоих вот если тебе понравится комментарии какой бы ты хотел совет услышать от аудитории от пласта от от людей из этого нового пласта творческих здравомыслящих или нет но все же есть какой-то такой запрос на может быть музыку тебя посоветуют интересную может а коль мы до давай так с учетом того что ленинград центр это шоу это всегда шоу это всегда шоу это всегда в результате человек должен выйти с положительными эмоциями он должен выйти заряженный на ощущение легкости любви к жизни и чтобы он хотел бы раздвигать рамки собственной жизни я сейчас не только про то что я придумал такие задачи я просто сейчас вывожу финально те ощущения которые у многих из наших зрителей возникают фразы из зала угу когда сидит пара нет творческих людей вдруг человек там у него спрашивают как как вам вы знаете прикольно просто можете там не все понял но я ухожу с ощущением что мне что-то попробовать новое в жизни что на самом деле нет рамок можно раздвигать собственное как бы то есть он пришел с бокалом шампанского посмотреть на красивые тела танцующих девушек мужчин на летающих хороших там цирковых артистов и вдруг он говорит о философии жизни что он будет сейчас раздвигать рамки поэтому что произошло за этот год в твоей карьере в творческой в личной жизни вкратце знаменательное событие я завис просто мухатовская пауза на я пытаюсь сформулировать я вот реально но я попал сейчас такую ситуацию мне недавно был разговор с с кем-то из моих знакомых на вообще за жизни я говорю так я честно как так подустал мне меньше стало приносить какие-то положительные эмоции все что происходит вокруг и вот я жду моментов которые там вдохновят там еще что-то знаешь там вставят и человек ну вот и вспомнил вот что вот прям х просто хорошее что-то было же вот я завис вот так же там минут на 20 у меня компьютер завис за год вообще вот последнее время то есть дело не в том что же ничего не случилось или там было плохо нет видимо ну как искать доза доза для за счастье можно сказать о понимая хорошая фраза что видимо происходит такая эмоциональная внутренняя инфляция что поводов наш там зажечься чтобы в глазах забегали искорки то есть уже что-то нужно больше чем есть и это непресыщенность это не вот это там типа черная икра нет ты ценишь все эти моменты но ты им просто радуйся то есть я не могу сказать что прям выпустили офигительный спектакль вот в сентябре в ленинград центре вышла премьера которая прям она итог 10 лет жизни театра с точки зрения жанра того что происходит внутри там то но это и совершенно что-то новое так не было и это говорят ребята изнутри спектакля в селе зрители которые ходят по сто раз к нам это общее мнение как бы что у вас так не было это что-то другое то есть вот события но я лишь завис называть ли это событием наверное то что ты имеешь виду задавая про что было хорошего да там что произошло не говорил хорошего не но что произошло до значим наверно все что происходит она настолько для меня значимо что вот определять вот эти пики уже сложно потому что для меня важно да то есть важные события там для меня важно там что вот мы говорили там про увлечение моих детей до старшая дочь поступила университета в испании там в том году она начинала в этом году она уже и программист и арт-директор там новые соцсети в мире современного искусства и они там пробиваются и дорогу и для меня важно что она не пользуется связями она делать все сама это все с нуля и я там практически уау это ты сделан ну нифига себе то есть вот важно 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 что скажем в этом году там пришла моя продюсерская проба до в кино вышел анимационный документальный фильм который я спродюсировал нашел у него деньги нашел режиссера тему и фильм вышел на московском кинофестивале уже есть награды там на фестивале в израиле лучший фильм на русском языке на той неделе в москве был кинофестиваль лучезарный ангел мы получили там забавно диплом за фильм о счастливой жизни поздравляем то есть еще в такой на какой такой странной формулировки номинации но она очень приятно потому что про это как раз фильм и был сделан про любовь людей проживших всю жизнь рядом и про их любовь к их профессии как творчеству что они художники то есть вот-вот-вот-вот да вот начинаешь про это говорить и ты понимаешь что в принципе все что происходило на имеет значение но важно она в чем-то новое но просто наверно поскольку это для меня привычно то есть это уже не является для меня взрывом вулкана пошли каким-то крупным событием ну наверно в каком-то глобальном понимании то есть я живу все время в потоке вот из этих вот 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 и наверное больше меня теперь ну как бы я продолжаю как мы говорили с тобой об этом что я очень вдохновляюсь от людей да вот поиск этих людей которые меня будут снова вдохновлять то есть это уже перешло в осознанную работу то есть раньше это было как бы в потоке и уау появился человек и ты от него зажегся а тут я понимаю что уже методология когда-то сеп а в этом же есть как бы разум а не эмоции по этому тоже чуть-чуть как бы я я рацию понимаю что мне надо найти чего я еще надо найти этих меня стоит по сторонам людей события что-то вот подкидывать этот уголь внутрь себя потому что ну прости господин на скорой жизни вообще выглядишь и важно два раза меньше я и для проекта когда думаю я ну день я просто стараюсь об этом не думать не в плане то что у меня комплекс там возрастом или щечина а просто то есть это не про меня то есть вот эти душой мол стандартная фраза я молод душой нет просто как искать это настолько не имеет значения внутренне это настолько ни на что не влияет и ты просто этого не видишь не замечаешь ты иногда упираешься в это в силу там но что ты не можешь уже там под 25 минут там бегать по кругу там или тело что-то те уже не разрешает делать или когда ты смотришь в паспорт и заполняешь какую-то анкету понимаешь там ли только вдруг понимаешь что это или люди которые твои друзья к твой круг общения они там младше твоих старших детей и ты только в этом это прикольно а ладно да то есть вот это все вот это все и имеет значение и если по событиям но вот я тебе сказал что вот допустим для меня наверное такая веха еще одна одна ступенечка который на которая зашел которым не интересно на нее наступить да вот перейти вот в этот как сказать не тормозя паровоз своего скажем креатива творчество вот эта энергия другой ногой пытаться залезть в поезд который в другую сторону который уже требуется но до других методологии другого знания понимаешь да там где-то думать про деньги правильно про них думать считать вкладывать в производство понимать вернуться они или нет это делать что для души ли это в коммерческий проект который должен сработать вот кстати вопрос про деньги я всегда хотел спросить вот есть творческие люди есть финансисты но абсолютно как бы разные до направления деятельности вот и как творческий человек ну очевидно творчески вот что ты вот к своим годам к своему уникальному возрасту понял вот как правильно распределять финансы какие-нибудь альтернативные может быть у тебя есть точки зрения на инвестиции вот просто с точки зрения творческого человека интересно услышать вкратце но во-первых опыт привел к тому что точно не надо брать деньги в долг не надо было сидеть брать кредиты это все заканчивается всегда сложностями проблемами это всегда негативная история даже сюда отрабатываешь возвращаешь этот путь к этой финальной точке он чаще всего очень негативный поэтому стараюсь этого уже вообще не делать на свои да а в связи с этим сразу ответ на последний вопрос то есть я точно понимаю что все что я зарабатываю я делю на три части те самые то есть я там 20-25 процентов убираю либо коплю либо вкладываю но именно в то что мне самому хочется сделать там где не буду перед кем-то нести ответственность за те расходы которые потрачены на не важно что там выпуск книги спектакль написание музыки помощь какому-то человеку реализовать свои какие-то творческие затеи дальше конечно же есть деньги для себя и большей части для семьи что-то либо вкладывается либо откладывается именно с точки зрения бизнесовых инвестиций но поэтому подробно говорить не будет потому что для меня это отдельный какой-то космос и это все сложно и я просто знаю видимо мне не дано быть бизнесменом в чистом виде то есть я могу вот все что я в этой жизни зарабатываю получаю вот материальное это я должен херачить если не херачиваю меня тут же жизнь по голове и не менее интересен и не то не найдешь кошелек на полу ты не выиграешь в лотерею легких денег не то есть вот давно жена так сложилось что она мне все время давала вот эту зуботычину то не рассчитывать тебе не дано это если люди которым дано они из воздуха могут делать деньги жилка да я даже не финансирую просто вот фарт но в этом ключе фартовые люди да то есть но человек идет там смотрит на стенку а я буду продавать эти лампы да и они вдруг топы и там и так далее да а давайте я запущу что-нибудь или крипте маня таки но пойду-ка я вложусь вот в это о кошелек на полу подобрать мы подберу а там чек на миллион долларов на предъявителя не дано мне это то есть вот и вот все все пробы точно нет и все я на тему успокоился какой-то момент и про что вот дальше начала работать такая формула я я для себя ставлю как бы рамку вот сколько бы я хотел вот за этот период времени получить денег да для того чтобы взять то все вот сколько мне надо то есть у тебя есть планирование четко но не оно не одно не является планированием понимаешь некое понимание чтобы для меня достаточно то есть во первых ты тогда не ломаешь себя вот в этой гонке еще еще а вот я сейчас там потеряю тогда там надо вот то есть во мне нет этих механизмов то есть есть допустим что-то что я понимаю но скорее всего это мне не вернется и дальше ты делаешь выбор там ты готов потерять то есть вот есть моменты когда на затраты любые я смотрю с точки зрения зачем зачем я должен потратить что мне это даст что я даже не то что вот я готов их потерять даже иногда без там код эмоционального возврата даже не материального эмоционального ну наверное да потому что ну и тогда ты просто это как будто у тебя их и не было очень такая странная история но она больше про то что но я внутренне позволяю себе думать что если я захочу особняк на каком побережье мне нужно будет определенного времени чтобы это сделать я тогда включу механизмы другие в себе некоммерческие а я выработаю то есть я всегда продавал себя и свой мозг окей и значит я найду какой-то проект либо людей которые за определенные мои мысли за мои определенные действия будут заплатить смогут заплатить те деньги мне позволят купить особняк то есть по сути ты тебе нужно ввести себя в правильное состояние сознания в некий рабочий такой импульс да и я вот со временем понимаю что я это могу я это могу и это уже касается не только какие-то режиссерско-постановочных дел а вот уже опыт те люди с кем я сталкивался по жизнь который мог очень много подсказали или знаешь не то что научили чему-то просто они были рядом я на них смотрел и я понимаю что в какой-то момент я могу применить их ролевые модели их схемы построения бизнеса их подходы то есть у меня это лежит в архиве как папки да если меня будет что-то такое взять я вытащу эту папку как тебе говорят кейсы да то есть вот есть полка на ней стоят кейсы я могу снимать оттуда теперь эти кейсы не все время гнать и пытаться это на себе нести а вот сейчас я чисто занимаюсь режиссерским дел да и ребят тут есть проект который мне не очень нравится но тогда тут чтобы я был в этом проекте давайте даемся я получил очень большой гонорар то есть я буду это делать я честно выполню свою работу но ты прям коммерция для меня я вам себя продаю слушаю но тут нужно здесь просто смелость сказать это потому что если тебе это не нравится в какой-то момент понял что лучше это честнее по крайней есть знаменитая расхожая фраза да что если не будешь делать то что ты хочешь и любишь то тебе придется делать то что хотят другие и в конце концов это возненавидишь себя их сделаешь хуже в итоге не хуже но это принесет никому не принесет радости то есть ты сделаешь результат но тебе будет противно того что ты сделал потому что ты насиловал себя в этой дороге а ты за это будешь в ответку с этими людьми тоже недобр с этими заказчиками с этими партнерами ты будешь тоже недобр и в конце концов вы придете к тому что это все равно будет что-то трение вот это да я понимаю да вы распилите там результат но он будет такой наш который легко сгорит в огне ухты вообще мне кажется очень важно в жизни вверх благодарю тебя очень интересный взгляд но со стороны творческой личности вау прям вот важно найти человека в команду который будет дополнять твои минусы то есть условно говоря если это два человека здорово если у тебя получилось три человека найти где у вас нету трения а есть вот как ты говоришь воодушевление друг другом взаимопонимание там стремящиеся к бесконечности и вы наполняете вот ты смотришь на человека и думаешь вау вот он допустим финансово грамотный ты и в творчестве третье еще допустим продажами занимается и у вас такой интер connection происходит и и даже вот как благодать потом почему потому что я считаю что вот то что ты сказал вот эту фразу она же как вот соль ядро всей нашей вот общей массы потому что люди куда-то идут нечестны с собой не хотят в этом признаться причем во всем в бизнесе в личной жизни вот даже просто вот самим собой это такая то тонкая штука и она прям сложная потому что вот говоря это я понимаю что даже это осознавая добиваться вот этих моментов очень тяжело тебе на чаще всего тебе самому себе легче собрать чем проделать вот эту работу внутреннюю внутреннюю и внешне то что 30 ты говоришь вау это же надо иметь смену сказать человеку нет то что мне не нравится это же вообще отдельная история что мы хотим быть удобными потому что сказать человеку то что действительно мне важно и честно а вдруг он потом меня отвергнет не будет со мной работать но вот это я очень много данная часто бывают жизни ситуации которые опять-таки раньше я смелее на них шел и терял людей а потом когда тоже понимаешь что сложно на то есть когда-то уже через время идешь и ты понимаешь что в общем то с каждым разом все сложнее и сложнее находить вот этих людей которые могут быть рядом ну в силу разных обстоятельств на что надо все таки аккуратнее с этим обходиться и поэтому я иногда допустим смотря на какую-то ситуацию неважно рабочую отношенческую человеческую я думаю ну наверно сейчас не надо про это говорить с человеком я его потеряю то есть это будет правда это будет искренне это будет честно в хорошем смысле это же не всегда значит что ты это не то что ты слишком скачек уж он говно или нет нет я это не про это иногда даже слов можно уничтожить отношения скачек что его любишь понимаешь да то есть я про это ваш некоторые не брат не про плохое а вообще про честно и искренне то есть ты можешь человека потерять подлившись с ним своими чувствами что вдруг окажется что для него это дискомфорт он что у него была другая схема нахождение рядом с тобой и ты вдруг перейдя эту тонкую грань уничтожаешь все что было между вами важным ценным и так далее или на работе да ты сидишь и думаешь вот человек до делает для тебя там не знаю рисует картинки и ты смотришь и думаешь так рассказать что рядом будет стоять другой человек тоже будет рисовать карте думаешь это же не потому что он плохо хорошо рисует вот такие картинки а мне сейчас надо нарисовать как-то винчи рисовать другая задача другая задача и это же сложно объяснить человеку что сейчас другая задача и появится еще один человек и ты опять думаешь это сказать или ты не честно допустим загружающего во всем чем только можешь чтобы он делал то что он должен умеет делать хорошо да но при этом тогда якобы возникает пустая зона на которой не хватает силы времени и ты на это берешь другого человека там он тебе делает то что тебе надо но ты тем самым не обижаешь этого человека но ты нечестен все равно с ним и у тебя внутри все равно уже раз вот этот маленький дисбаланс что ты в том плане то есть если эти ситуации начнут множиться ты в конце концов все равно тоже потеряешь этого человека поэтому вот этот баланс что выстраивать вот это умение разговаривать правильно друг с другом мы вышли через это вот ситуации что надо вот это с этим быть аккуратным а стараться не терять людей если ты понимаешь что они для тебя цены это уже знаешь это уже в этом месте эгоизм но в этом есть грань эмпатии эгоизма и но при этом и в этом есть и умение как раз вот этот мир свой создавать понимаешь да ты когда оглядываешься вдруг ты понимаешь что ты сохранил через большое количество времени людей ты можешь там к ним обратиться они к тебе могут обратиться ты просто можешь пойти с ним попить кофе и это кайфово записать подкаст а ты потом вспоминаешь о том что вы-то познакомились там 30 лет назад и у каждого своя жизнь из вас и все и все она есть вот эти точечки где вы можете раз и очень искренне по-доброму по-хорошему или там по полной вместе поработать или вместе отдохнуть или еще что-то и и вам есть про что поговорить или помолчать когда вы рядом и вот когда ты вот я возвращаюсь к началу мысли что когда ты понимаешь что это сложно вот эти это это этого добиваться ты со временем начинаешь просто аккуратненько этому относиться в этих ситуациях то есть там опять-таки тогда я шашками да пошел ты ты там опоздал все иди вон а сейчас я уже пытаюсь понять почему человек опоздал это только тогда принять решение здорово у меня знаешь какой вопрос вот прям считывается смотря на тебя вот ощущается что ты ищешь смыслы что тебе нравятся какие-то такие глубокие ну даже с прошлого подкаста философские темы вот будучи настолько интересным там наполненным человеком как тебе то что стремление вот сейчас молодого поколения выходить больше на поверхность то есть у тебя есть дети которые тоже занимаются до творчеством как ты считаешь это всегда так было отца и дети тургенева либо мы уходим из глубин все дальше и дальше на поверхность потому что вот условно говоря какие песни сейчас пишутся какие шорсы снимаются instagram социальные сети куда ведется и про кино тоже вот то что сейчас российские режиссеры снимают вот уже но давай так если говорить про себя и нравится ли мне все то что происходит в этом плане 50-50 но давай так допустим я откачу себя себя в 20 мои лет и как на нас смотрели наши родители наши педагоги было то же самое поверхностные вы не углубляетесь наверное это как археология то есть то есть каждое поколение она открывает свой вот слой который она раскопала да а есть среди них люди которые будут копать на там на три-четыре там культурных слоя вниз кто-то останется в одном культурном это всегда было есть и будет поэтому форма выражения уже может вызывать вопросы ты либо это принимаешь либо ты не принимаешь но она все равно не случайно происходит да то есть ну давай так мы живем в пост пандемийный мир в пост пандемийном мире что эти два года сделали совсем человечеством онлайн цифровизация не только онлайн цифровизация касается мне кажется как ни странно но 30 ну дай бог 40 процентов жителей мира кому это доступно да а что случилось со всеми остальными 60 закрылись король не только закрылись а поняли что я сам себе все опора на себя только я сам себя могу развлечь я сам себя могу накормить я сам себя могу обслужить потому что я два года провел в четырех стенках я должен был делать все и кто-то это дело благодаря тому что у него под рукой были цифровые технологии телефон связь интернет а у кого-то же не было этого и они тоже проходили этот же путь то есть что произошло люди психологически все да без исключения поняли что я могу быть звездой я сам себе звезда я сам себе бизнесмен я сам себе сервис и все что мне надо я могу вдруг сам в четырех стенках сделать то есть следовательно что получается я уже могу не идти искать это на стороне то есть уменьшился и пересортировался запрос человека обществу государству к миру в целом да интересно понимаешь да ведь очень многие люди как бы ушли с работы не потому что они там болели и что-то с ними случилось они вдруг поняли что не обязательно работать насколько их хватит это второй вопрос но они вышли с пандемии с полным ощущением что я же два года просидел в квартире и я что-то делал мир не порушился мир не порушился мне есть что есть но я ем что-то другое но окей но я же ем меня это устраивает я ходил в трениках по по квартире я в трениках после пандемии пошел в театр я уже не хочу из шкафа доставать костюм за огромные деньги и идти в этом куда-то я ходил в пижаме по квартире два года и мне комфортно и мне комфортно то есть понимаешь да насколько вообще все перевернулось в целом то есть каждый занял позицию я есть все азим есим дух рода но очень интересная мысль то есть все стало опираться на это дальше в связи с этим возвращаясь к вопросу там все что происходит в культуре и в искусстве то есть все начало превращаться в самодеятельность вот я я к этому понимаешь да именно поэтому меня же устраивало что я сидел на пандемии я творчески изъявился сколько то есть я не обращался к профессионалам которые бы мой текст сделали поэтическим или аранжировщиком который бы мелодию которую я придумал сделали красивый многосложный расцветили бы сэмплами там музыка живыми инструментами не усложнял процесс да и проявлялся при все и в результате как снежный ком мы пришли к тому что все индустрии причем все креативные индустрии пришли к опять к периоду некого минимализма и мало достаточности для результата то есть заниженное ожидание уровень ожиданий потребителя в хорошем смысле слова потребителя от творцов он стал ниже нужно просто хороший грунт чтобы я себе на стуле подпрыгивал да мне нужен какой-то текст который совпадет с моими мыслями которые сидел дома записывал дневнике там а мы с тобой пойдем куда-то ночью а я с тебя за жопу прихвачу синхрон такой это плохо или хорошо это просто данность времени через шаг это все равно перерастет во что-то и те же люди которые но масса же хороших молодых исполнителей которые сейчас где-то вот так же но через шаг им станет 30 им станет 40 и с учетом их таланта которым дан природы вокальный музыкальный там не знаю эмоциональный талант она все равно перерастет и они ну приобретет другие краски ну вот именем да сейчас все отметил праздновали там его круглые там даты да там в творчестве или ему там сколько 60 ему до 60 60 а он сих пор живешь в ощущении пацана вот этого нашего начала то есть ты все равно на него смотришь и ты не пони мне такой пример смысле ему 60 но а его же музыка и его то что он сейчас делает пусть немного она глубже она вкуснее она объем не так восьмая миля и вот весь его период молодости это были очень глубокие текста подожди это для того момента до этого он стал именем и мы с тобой про это и говорим что на фоне всего того что тогда происходило в этой индустрии в этом стиле у него вдруг это сформировалась сформировалась в такую я про это и говорю что он выходец из определенного слоя в тот момент сложился такой слой и из из процентное соотношение и он слой к попал в то что происходило глаз руку и точно сейчас появятся и появляются пусть по чуть-чуть другое дело что из-за вот этого из-за скролла мы скроллим свою жизнь я уверен и это так и есть что вот в этом скролли мы не обращаем внимание и не заостряемся на чем-то очень новым и талантливым оно наверное возвращается через какое-то время все-таки прорываются но вот на начальном этапе да чаще все мы это недавно задали вопрос типа как я отношусь к трендам отслеживаю ли я тренды стараюсь ли я быть в трендах то это я человеку сказал во первых вопрос не в трендах а в дело в том что ты сам должен понимать контекст происходящего вокруг тебя вообще во всем поэтому я встаю утром если мне нет я не проспал и есть время когда я правда вот я дома там час-полтора то в этом времени будет точно полчаса на серче внутри там видео музыки и так далее через все что в этот момент не будет доступно если я буду с телефоном в руках я полистаю какие-то подкасты залезу какие-то соцсети на те страницы где мне нравится что происходит не в плане поржать а именно там люди выкладывают мою новую музыку там где это вкусные видео да там там у меня отдельно там подписки на людей которые занимаются стейдж дизайном лайт дизайном и если у меня есть время я захожу и смотрю что они новое создали либо я там о 40 лет назад именно так вот так здорово правда теперь новые другие приборы и это выглядит по-другому но значит я в голове вспоминаю понимаю что а чё я там вспомнить что я делал там 40 лет назад в чём мы делаем и как-то в новых условиях может может сработать или нет к примеру или музыка да я все время у меня очень сильно зависит музыка я слушаю много музыки там не переустановил какие-то там все эти айтюнс все я пишу ребятам я говорю пожалуйста кто хочет поделитесь тем что вы хорошее услышали за последнее время и не наваливаются после подкастов не наваливают люди треки исполнители я в это залезаю тогда слушаю о откладываю не но это целая отдельная работа поэтому опять-таки возвращаясь к тому там конфликции дети это всегда будет вопрос выбора отцов позициях на и судить я не вот и даже даже не то что судить ведь это суждение из вот этот суд он же происходит от чего от человеческой лени то есть взрослому человеку не хочется спускаться на несколько ступенек вниз чтобы понять молодого контента куда может чтобы этот сразу соответствовал его ожиданиям в этом же конфликт интересно да да все а если ты не я тоже в какой-то у меня был такой период вот этого внутреннего конфликта там с молодыми с ребятами в труппе на других каких-то проектах меняется жилье ну сотрудники там разных компаниях поменялось поколение которые будут в пиаре маркетинге у них другие мозги у них другая логика у них по-другому формируется мессочка как месседж форма выражения месседжей которые они должны давать а потом я понимаю что наверное не надо их там ругать потому что принять или не принять но тебе надо понять ты за секунду их не поднимешь до себя но тебе ли нет нет не надо опускаться а ты тогда здесь делаешь то что им понятнее только ты сам не надо их заставлять здесь ну как сказать если человек не плавал своей жизни ни разу там пять километров не надо ждать что он проплывет 5 с первого раза то есть тогда ты говоришь что мы пойдем 5 на самом деле ты его берешь и пускаешь воду за километр до пятерки ты его 4 тащить на себе а вот там где есть то что ему понятно уже плывете в мастере интересно это такой я заметила тебя очень часто баланс вот финансах творчестве в отношении заработает но стремление баланс баланс это вот мне кажется вообще это залог нашего движения вперед то есть если ты пушил какое-то время тебе потом нужно время очухаться если ты себе этого не поможешь ты сломаешься просто не потому что вот это модная вот именно в токов вот я это теперь отношу к категории вот просто модные фигни вот эти разговоры про выгорание дано отвечает не не может быть выгорания если не занимаешься насилием над собой если начинаешь заходить на эту территорию рассуждение что ты я выгорел на работе я выгорел там значит ты херово работал ты понимаешь или не на той работе или не на той работе ты значит ты все время в одну сторону впихивал или тебе наоборот ты не хотел давать и тебя все время пихали тебя перекормили те от тебя тошнит я люблю сладкое но мне два двадцать четыре часа в сутки давали как горячий жигалат чувствуем с тобой будет там на двадцать пятый час вот даже к балансу организма очень умная штука очень химически правильно настроенные процессы вот когда не хватает какого-то в организме минерала блять или вы так тебе хватает там железа в теле да и у тебя начинает вырубать все остальное так вот смотри я допустим говорю что на тренировку условно говоря идешь каждый день забываешь про какую-то концепцию что вот врач или твой тренер прописал и в какой-то момент на шестой на седьмой день ты заболеваешь иммунная система делает так что опускается ну то есть настолько все подстроено что уходишь из баланса ну вот сам организм обратно возвращаясь тебя целостное состояние товарищ идите поспите прислушайтесь съешьте морковку они конфетку мишка сосновом лесу да здорово но просто рука все время делится за мишка это 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 натура человека ну мы все не идеальные задача стремление к самосовершенствованию каждый день можно даже не так рассуждать просто если ты отдаешь себе отчет в том что следует за каждым твоим выбором ты можешь все ответственность даже нет ну ты просто понимаю что если я сегодня схожу в спортзал на тренировку и буду тренироваться как мне хочется они как мне рекомендовали через какое-то время мой организм даст сбой а все это твой выбор ты осознанно должен отдать тебе чувство через когда время организм абсолютно да или наоборот ты понимаешь что тебе надо что-то сделать ты не хочешь что делать и ешь мишку сосновом боролу тогда не жалуйся что у тебя будет живот и зуба и выпадут зубы раньше время просто наслаждайся ну ты хочешь жить вот в моменте да вот я буду есть мишку кайфовать все а вот когда уже зубы выпадут я пойду к дантисту ваше ты мог заработать и деньги теперь стоит дантисту понимаешь это причем вот выгода в моменте выгода сейчас она всегда в короткосрочной перспективе хуже потому что те люди кто умеют на долгосрок оттягивать вот это получение наслаждения они на долгой дистанции жизнь-то она не короткая в моменте это наиболее легко получить удовольствие разные виды его в том числе и завтра да и и не только завтра после завтра после после ну хотя бы прозавтра хотя бы прозавтра а вот представляешь человек который планирует на 10 лет на 15 лет он видит ну опять же условно но у него есть сейчас . а есть . b через 15 лет так это же доказано медицинские что они дольше не свой вывод до которым у меня в последнее время часто но всплывает эта тема что те люди которые живут долгим планированием они оперы дольше живут и дольше сохраняют здравомыслие физическую форму и так далее этому причем не носила себя просто у них . да то есть настройка организма но то увидеть что но удидашу архитектор который строит дом он как минимум думает пятилетие от первого чертежа до того как есть реализуется процесс да или там люди которые занимаются не знаю и надели то есть от лозы до хорошего вина проходит цикл там 10 15 25 лет да это забавная по работе стоит человек которому 70 он занимается селекция винограда там и мы сейчас 70 сейчас 2000 там двадцать третий на четвертый но я имя когда мы встречались год назад и он со мной раз в 70 лет он рассуждает со мной категориями сорок восьмого года у него там будет тот урожай с которым он хочет сделать вино ему 70 это ему девяносто пять да ухты интересно там хватит его ему силами но у него мозг настраивания все настройки в тело в организм из мозга идут на путь в двадцать пять лет и для него это уже становится ну норм норм еще я через 25 лет буду пить свое вино там а ему 70 и это как минимум упорядочивает весь этот путь до 25 лет да мне надо дождаться следующем году в этот первый ростки на внешне будет сделать анализ посмотреть что так а помню этому рассаду сделаем рассадим значит в двадцать там шестом значит я скорее всего там уже засажу первые грядки можно будет первую бутылочку сделать попробую что получится то есть 27 я попробую скорее всего там я даже буду понять туда ли мы идем я знаю что сергей галицкий сейчас занялся тоже созданием бина делен я глубоко не погружу просто слышали мы и мы немного поговорили про ленинград центр в целом но давай вкратце я быстро наболтаю что круто то что в этом году мы дожили это 10 лет здесь ли стабильного движения куда-то вперед и в стороны и это понимание что нет потолка мы научились понимать что можно жить без потребности пробивать потолок на просто его нет если у тебя внутренний потенциал есть ты просто поднимаешься и поднимаешься поднимаешься все как бы ты не рассуждаешь что мы пробили мы вышли на новый уровень да нет мы просто поднимаемся и поднимаемся это как естественный процесс да это раз а следовательно мы не болеем мы не сегодня говорили же что-то сформировался свой жанр и это развлечение что я постарался и сохранил рядом тех людей с которыми сложно потому что все-таки есть разрыв поколений но с ними клёво интересно мне интересно слышать теперь уже они могут себе позволить делать мне замечание комментировать мою работу и мне это интересно потому что мне интересно работать в диспуте в дискуссии убеждая их я убеждаю себя в том что я прав или наоборот они меня в чем-то убеждают я думаю а я же так не думал а люди меняются значит или теперь думаю так почему мне тоже даже поменять свою точку нет но для них показать и в их логике что-то поэтому конкурс будет такой так предложить сюжет или тему которая бы на данный момент могла соединить в понимании что такое любовь людей от 20 до 70 тема которая вызовет интерес зрительский вот у с такого среза людей друзья с примером какой-то может быть музыки то есть примером может быть не знаю литературный текст стишок песня отрывок да когда музыка вел фрагмент какого-то фильма там или ссылка на фильм там и тогда супер супер два билета получается на экскурсию но я с удовольствием приглашу победителя приехать по прогуляться по город центру и если в это время когда он сможет приехать будет представление я постараюсь чтобы он увидел класс друзья уникальная возможность во первых в живую докоснуться до творчество замечательного феликса и в целом такие масштабные глубокие мысли которые транслирует театр которые транслируют команда я был на спектаклях ну это вау и если есть такая замечательная возможность я считаю надо ее использовать надо год прошел а как будто его и не было очень здорово всегда очень до глубины души вот как-то ты умеешь затрагивать те ноты которые тревожат или которые беспокоят с хорошей точки зрения но они же ты что только ты благодаря этому вообще как бы сохраняешься то есть время раз черниговская однажды сказал что сознанием обладает все там 5 или 10 процентов людей сознание человеческое сознание что она назвала сознанием думать продумание когда человек может анализировать размышлять о том как он размышляет и как он думать то есть давать себе оценку с отстраняясь от самого себя это и есть сознание осознание то есть вот вот я попытаться выйти из этого я и посмотреть за стороны и правда не сама копания вот это когда там надо сходить психотерапевта вот мне кажется что вот это что проблема современного мира состоит то что люди не могут сами от себя отстраниться и просто спокойно себя посмотреть со стороны не только физически там и действенно даже на на топ что я зациклился на том что мне надо ходить на тренировку каждый понимаешь да даже ну вот даже такие вещи какие-то точно мне это надо точно для меня это надо для чего я это делаю одно дело да можешь просто поддержать себя форме а не каждый себя насиловать этим и потом просто стать неподвижной глыбой который уже не сделать хочется сказать люди стремитесь к тому чтобы попасть в этот пятипроцентную до прослой думать или роду обладать и о чем вы думаете благодаря тебя за то что посетил надо до встречи 13 ноября в следующем году как минимум уже год проживем точно состоится 13 ноября добро благодарю в этом году как минимум уже год проживутся